Хорошо, другой вопрос. Последний по этой теме, я надеюсь. Если бы вы в теории были в ситуации нынешней власти, не той деградирующей машины, которая безумно бешено печатает законы и так далее, а вот предположим, вы понимаете, что две трети людей, кто вышел на эти протесты, это не группа поддержки Навального, две трети – это люди, у которых вопросы к выборной системе, к экономическому положению, к коронавирусному ограничению. Это даже группа поддержки Навального, потому что больше поддерживать некого, все остальные зачищены. И каждый знает, что если он выстанется, то его зачистят как платушкин. Просто потому, что у него нет хозяев на Западе. По единственной причине. Первое. Нужно устранить социально-экономические причины, которые делают жизнь людей невыносимой. То есть реализация факта нормальности, о которой я говорил 10 тысяч раз и так далее. Просто я это дело объявляю. Так, дорогие друзья, я понимаю, что вы хотите сказать. Вы это сказать не можете, но я вас понимаю. У меня для этого есть государство, социологические вопросы и так далее. Поэтому мы делаем первое, мы делаем второе, мы делаем третье, мы делаем четвертое. А для господ либералов на митингах будут действовать европейские стандарты разгона митингов. Не так, как это у нас, а так, как это во Франции, так, как это в Германии, так, как это в Эстонии и так далее. Вот это будет для вас. Но это будет не сейчас, а это будет через полгода. Полгода, пока меняется ситуация, пока мы оздоравливаем ситуацию, действуют прежние правила. Достаточно гуманно. Второе. У нас случилась беда с школьным образованием, с лыжевским образованием, с культурным образованием. Мы начинаем это дело восстанавливать. Люди, которые это сделали, вот их список, они пока в отставке, им запрещено покидать пределы Российской Федерации, их деятельность расследовать. Пенсионная реформа отменена. Мы возвращаемся в течение двух лет к нормальному пенсионному возрасту 55 на 60. А списочек людей, которые меня убедили в этом бреде, вот, эти люди отставлены и находятся сейчас под следствием. Может быть, их оправдают, я не знаю. Это как суд решет. Гарантирование прожиточного минимума. На первом этапе, на официальном уровне, дальше будем повышать до реального прожиточного минимума. Деньги на это есть. Кредитные, налоговые и коммунальные каникулы для тех, у кого нет денег, с автоматическим осуждением на пять лет по упрощенной схеме, если вы смошенничали. То есть, вы говорите, что у меня нет имущества, кроме места моего жилья, вы говорите, что у меня нет счетов в банке, больше 30 тысяч рублей, вы говорите, что у меня нет текущих источников дохода, значит, я получаю кредитные каникулы по факту того, что я не имущий. Если я при этом обманул, если у меня там где-нибудь Парше Каен на меня оформлено, извините, пять лет автоматически. Или вы рассказываете, чей это Парше Каен, и, соответственно, претензии перекидываются на него. И так далее. Это можно долго на эту тему разговаривать. Второе. Деятельность товарища Навального расследуется, и он получает обвинение по реальным вещам, которые он сделал. Если он рассказывает, чьим агентом он был, то, естественно, ему огромная весомая скидка, деятельное раскаяние. А если человек рассказывает про свое участие в оргпреступности, то наказание вообще минимальное. А то, что он агент российских спецслужб, которые действуют против России, или силы российских спецслужб, которые действуют против России, это, извините, оргпреступность. Пусть даже и политическая, а не экономическая. Дальше. Чей там дворец? Ничей. Там вообще есть информация, что он с огромными нарушениями федерального законодательства, это вообще земля была приватизирована, и все, что там построено, это самострой? Нет, нет. Вот сносить самострой, это безумие. Это варварство. Построено? Построено. Рассыпется в течение ближайших там 10 лет? Вряд ли. Ну, значит, или санаторий. Как поступали большевики с дворянскими усадебами. Или санаторий. Санаторий для ветеранов Пушкинской. Ну, для ветеранов Пушкинской, что называется, обойдутся, а для людей, которых сейчас в Москве выселяют из общежитий, на улицах. Да, однозначно. Ребята, пожалуйста, хороший климат, кругом масса работы, валяйте. Пожалуйста. Дальше, пардон, а у нас же дофига бесхозного имущества в стране. У нас 80% крупных частных предприятий зарегистрировано где? Зарегистрировано в офшорках. Принадлежат кому? А непонятно, кому принадлежат. Зашибись, ребят. Значит, в течение полугода, в течение полугода, вы перерегистрируетесь на территории России из офшорок. Если не перерегистрируетесь, имущество как бесхозное конфискуется, кто недовольный, вон там Алексей Анатольевич Навальный где-то еще бегает. Скажите ему большое человеческое спасибо. Вот вы лично ему этим обязаны. Все. Так, Михаил Геннадьевич, еще один опрос я провел в сообществе на Ютубе. Как на ваше мнение и отношения повлияло нападение протестующих на силовиков и провокаторов? Массовые драки. Минимальный вариант ответа набрал. Так их и надо заслужили. То есть людей, кто... 10%. Ну, это не так мало. Это не так мало, но из моей аудитории, где там постоянно разговоры про всех сжечь, поднять на вилы и так далее, радикальных вроде бы много, но вот когда доходит до конкретной ситуации, они говорят, что ну только 10% придерживаются такой вот позиции. Протест, так, нужно делать бунт и революцию, то есть это правильно, так и надо делать, за это еще 12%. Не в смысле бить силовиков, а сам подход, что еще более радикальный метод решения общественных проблем. 19% протест должен быть мирным. И наибольшее число голосов набрал вариант, это 59%. Нужно перетягивать силовиков на нашу сторону, полиция с народом. 59%. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти данные. И главный вопрос, люди, по крайней мере мои подписчики, хотят как-то установить контакт с силовиками. Это вообще реально? Это вообще реально. Потому что силовики являются частью народа. Ну, во-первых, мы говорили, что революция требует перехода силовых, даже переворот требует перехода, по крайней мере, части силовых структур на свою сторону и нейтралитета остальных. Чтоб не было как на сенатском. Во-вторых, силовики часть народа. Силовики часть народа и иногда более народные, чем протестующие. Иногда это более, так сказать, близкие к народу люди, чем протестующие интеллигенции и протестующие, так сказать, студенчество или малый бизнес. Так что это очень грамотная позиция аудитории. Она наиболее удобна с точки зрения, так сказать, личной персональной безопасности. Да. То есть, некоторая часть людей выбирает эту позицию еще из соображения личной безопасности. Это нужно понимать. Что одно дело, когда вы, так сказать, говорите за абстрактную справедливость и за передел власти, а другое дело, когда вы видите перед собой космонавтом. Но 22% людей, которые хотят революции в той или иной степени. То есть, хотят не революции, как смена общественного строя, а хотят революции, как бунт. Хотят беспорядков. Даже для радикальной аудитории эта доля будет увеличиваться. Эта доля будет увеличиваться. При этом, так же, как силовики были абсолютно чужды революции, перефразируя одну либеральную тетушку шикарных норковых шуб на болотнике. Точно так же силовики чужды, так сказать, деклассированным людям, которые выходят на почту. Это нужно понимать. Это просто просто, ты кто? Вот, в мозгу силовика, ты кто? Я бабушка-пенсионерка? Я безумная бабушка-пенсионерка? Или я нормальный? Я непонятный мужичок бомжеватого вида? Или видно, что я, так сказать, какой-то там специалист? Этот вопрос, он сразу возникает. Это вопрос в социальной маркере, в свой-чужой. У меня есть работа. Она плохая, она мне не очень нравится. Она тяжелая, но она есть, потому что я хочу работать. Ты вышел, потому что ты хочешь работать, или ты хочешь бездельничать? Перелом произойдет, когда силовики будут воспринимать людей, которые протестуют, как людей, которые хотят работать. Как свои. Учитывая, а это есть критерий своего. Я хочу работать, или я хочу быть паразитом. Учитывая, что огромная часть людей, огромная часть нашего общества хочет быть именно паразитами, это воспитание капиталистическое. И это не скрывается, это насаждается. Это культура такая. Огромная часть людей при этом и не может работать, потому что нет для них рабочих мест. И это не только проблема либеральной политики, которая вымаривает страну, это проблема еще высоких технологий. Когда мы ставим современные заводы, из трех тысяч человек остается двести. Но это следующее. А эта проблема может не быть решена вообще. То есть, если во времена индустрии крестьяне, которые были в полиции, не любили рабочих, которые выступали против них. Но как только они понимали, что это такие же работяги, как и они, просто в другой сфере, на этом режиме заканчивался. Сейчас есть запас прочности, который, так сказать, заскорузлая часть марксистов не понимает. Что это психология? Это социальный типаж. Это социальный типаж. Если я выхожу на протест в костюме и галстуке, меня не тронут, потому что я начальник. Если я выхожу на протест в ватнике и телогрейке и в очочках при этом, то я люмпен шизофренической интеллигенции, и меня тронут и ого-го как. Потому что я социальный враг. Я не нарушаю порядок. Я социальный типаж, который вызывает у любого работающего человека, работающего в полиции, работающего на заводе, инстинктивное автоматическое отторжение. Это человек, который на мне паразитирует. Я пошел, а ты, гад, как-то там на моих налогах живешь. Так что идея, позиция правильная, но не факт, что удастся их перетянуть. И обязательная часть, вот эти вот 22%, которые хотят в той или иной форме сжечь силовиков, как на Майдане, они силовиков оттолкнут. Они не дадут обеспечить мирное взаимодействие. То есть это фактически провокация. Да, они не дадут их, как говорили большевики, распропагандировать. При этом, в отличие от нас с вами, которые, так сказать, все, забыли, у нас с вами память короткая. А силовики, опыт Беркута, я думаю, что им каждый день, раз в неделю им про это напоминают, эти живые горящие факелы показывают. А если кто забыл, тот сам в интернете, помню, находит это дело. Потому что это его лично касается, его персонально касается. Это его так жить будет. И призывы в соцсетях деанонимизировать, это и действия по деанонимизации, это террор. Когда вы становитесь объектом террора, вы автоматически сплачиваетесь и защищаетесь. Одна из причин, не главная, но одна из причин поражения Первой русской революции, это террор. Когда отстреливали городовых сотнями. Просто ехала. И они вынуждены были защищаться. Ехала шикарная машина. По тем временам машина, это как сейчас Ламборджини. И господа на кокаине, на революционеры, или не на кокаине, стреляли по городовым. Это было? Это было. Когда убивают несколько губернаторов в год, каждый чиновник понимает, что он под обстрелом. Это, с одной стороны, очень страшно. И слабо увольняются, происходит естественный отбор. Остальные сплачиваются, и неважно вокруг чего. Так что это фактор, на самом деле, укрепления режима, высокая доля людей, которые ведут себя откровенно безумно. И это не удастся преодолеть, потому что это глубокий социальный разрыв между теми, кто организует протесты и призывает, и тех, кто их слушает. Он может не осознаваться ни той, ни другой стороной, но он абсолютно есть. И еще, посмотрите, кто-то из наших гавриков, этот самый дизайнер, который на Московской мэрии работает, Лебедев, он в 16-м году еще написал Навального пост. Родной, а ты вообще кто такой? Вот у меня есть результат. А у тебя результат где? Ты просто мелкий дешевый политикан. Написал человек в 16-м году. Сейчас это, так сказать, в Фейсбуках опять крутится, но это очень наглядное отношение, расхождение даже внутри самого креативного класса. Не потому, что товарищ этот, как его забыл опять фамилию, Лебедев или как его там, он на подряде у Московской мэрии. Не. Не. Это именно внутренние ощущения. Я работаю, а ты кто такой? Если моя работа заключается в дойке бюджета, я работаю, вот мои результаты. Я выдавил из бюджета столько-то. А ты вообще что сделал? И это очень четкая, явная позиция. Потому что, скажем, Ленин был философ. Все революционеры столетние и более чем столетней давности, они были интеллектуалами. Боевики типа КАМО, орговики типа Сталина, они, в общем-то, наружу не влезали. Или влезали крайне мало, крайне редко. И они обращались к людям, которые были безграмотные, для которых они были интеллектуалами. А сейчас ситуация совершенно другая. Но главное даже не в этом. Я когда смотрел ролики, я ощутил забытое совершенно чувство. В 90-м году я работаю, тогда еще не было администрации президента и не было президента. Я работал в группе экспертов Ельцина. И я ходил на несколько митингов подряд, тогдашних, больших, огромных. И меня там даже один раз спросили, парень, что ты плачешь? А это были люди со светлыми лицами, без всякой пропаганды, действительно, люди, которые открыли перед собой будущего и открывали это светлое будущее для всех остальных. А я знал, что они обманут. Я был целиком идеологически на стороне демократической власти, но я просто знал демократов, и я понял, что эти люди точно обманут. Я ходил, я реально плакал, потому что я видел обманутых людей. И они перед собой видели светлое будущее, а я видел, что их будущее это ад и катастрофа. Я не понимал, в чем, но я понимал, что они будут обмануты, и обмануты абсолютно беспощадно. Вот значительная часть людей, которые выходят сейчас, она это про себя предчувствует. Они уже, как бы даже если им 20 лет, у них есть вбитый опыт родителей. И вот этот вот внутренний надрыв, внутренняя истерия, это не только егод, это не только коронабесие и домашний арест. Это еще и вот эта вот вещь, которая людьми не осознается. Они понимают, что они обмануты, и просто деваться не могут. На фоне всего, что сейчас происходит, Собянин отменяет коронавирусные ограничения. Просто часть ограничений снимается. С одной стороны, это может выглядеть как подачка обществу, типа, ребята, не бузите, вот вам послабление. А с другой стороны, это может выглядеть как провокация, потому что если отменяются ограничения, значит и повода не согласовать митинги тоже не будет. Нет. Повода может быть, но закон о том, что митинг нужно обязательно согласовывать, он с коронавирусом не связан. Вообще. Значит, Собянин, ну как бы, ну я каждый день хожу по московской плитке, да еще в центре, где она вот так вот под ногами ходит. Так что меня сложно уличить в хорошем отношении к Собянину, да. Я каждый день на него матерюсь персонально и лично, просто ходя по этой плитке. Но в этом отношении он красавчик. Когда он отменил коронавирусия в прошлый раз, когда москвичи стали массово выходить на улицы, и он понял, что или мы сейчас устраиваем массовые беспорядки прямо здесь и сейчас, или черт с ними пусть ходят, раз они уже мне не подчиняются. То есть это грамотная подачка обществу? Это грамотный диалог с обществом, да, выглядящий как подачка. Он отменил дистанционное обучение. Если бы он не отменил дистанционное обучение, то возможно, что в эту субботу, в прошлую субботу, родители бы детей не удерживали, а родители бы вышли вместе с детьми, потому что дети сходят с ума, и родители сходят с ума вместе с детьми. С другой стороны, мы имеем стратегию, как Единая Россия собирается изображать себе победу на выборах 2021 года. Но они же не идиоты, они же понимают, что они нарисуют себе конституционное большинство. Ну, скажем так, или наберут конституционное большинство, или якобы наберут, или наберут просто большинство. Как сделать так, чтобы общество поверило, что оно за это проголосовал? Или кто-то в обществе поверил? В социально-экономической сфере у нас полный шиздец. Экономическая политика не изменится. Нужно понимать, что Единая Россия — это не партия, которая принадлежит власть. Это партия, которая сама принадлежит власть. Русский язык лукав, как русский священник. Партия власти в отношении КПСС и Единой России означает диаметрально противоположные вещи, хотя словосочетание одно и то же. Выход, который они находят. Ребята, а мы победим коронавирус. Победа в Великой войне, да, необъявленной. Еще в декабре я слышал разговоры, что вот в августе месяце, скорее всего, это коронавирус будет побежден. Ребята, у вас в сентябре выборы. Какое случайное совпадение. И мы имеем юридическое основание для этого, что идет вакцинация. Она идет. Что это эксперимент, людям, естественно, забывают упомянуть. А если и говорят, то люди подписывают обычно в башке, не читая, когда доверяют или хотят спастись. Я тут вставлю еще пять копеечек. Сейчас свеженькая новость обсуждается. Выделят специальные тысячи доз для вакцинации мигрантов. А то у нас, понимаете ли, таксисты и курьеры работают без вакцин. Это же так опасно. Вот им в первую очередь выделят отдельные дозы. Ну, вот здесь я совершенно не против. Потому что, если исходить из того, что вакцина – это хорошо. Что вакцина помогает. Кто у нас в зоне риска? У кого максимальное общение с людьми? Ну, таксисты и курьеры в эту зону входят. Ну, входят они в эту зону. Первые – врачи. Вторые – педагоги. Там кто-нибудь еще, там ОМОНовцы какие-нибудь, которые вынуждены общаться с людьми. А дальше идут эти сам. Так что нет. Здесь я не вижу криминала, честно говоря. Скорее, мы имеем ситуацию. Черт с ней. Мы ее создали. Ситуация катастрофическая. Для русских в России места нет. Но вот как? Хорошо. Вот эти люди находятся в зоне риска. Мы им выдаем вакцин. Да. Да. По-моему, реакция вполне нормальная. Возвращаясь к Собянину. Это мне видится часть вот этой вот стратегической линии, чтобы Единая Россия объявила победу над коронавирусом. И на вопрос, а вы кто такие? Мы победители коронавируса. Мы победили коронавирус. При этом это вопрос количества тестов, которые делаются. Чем много делаете тестов, вы получаете волну. Меньше делаете тестов, вы получаете отсутствие волны. В Китае, обратите внимание, пока был Трамп, второй волны не было. Почему? Они тесты не делали. Они просто не делали тесты не болеющим людям. Как только победил Байден, группа, которая ориентируется на Байдена в руководстве КПК, стала делать тесты, получили, так сказать... Но вторую волну, конечно, по нашим меркам это не считается второй волной. А, так сказать, Китай опять потихонечку входит в состояние, так сказать, внутренней паники. Закрываются целые районы опять. Так что это управляемый процесс. И если принято решение, что Единая Россия побеждает на выборах, как партия победительница коронавируса, очень разумно, очень грамотно, отлично, значит, мы начинаем изображать победу над коронавирусом. Ребят, а победа над коронавирусом это что? Это смягчение ограничений. Ребята, смягчение ограничений это заслуга партии Единая Россия. Идем, голосуем. Ну, логика понятна. Тут еще одна интересная подачка, я это так рассматриваю. У депутата от Единой России Собчука изъяли золотые активы на 38 миллиардов рублей. Сегодняшняя новость. Некто Единая Россия Собчук. Активы на 38 миллиардов рублей. Там речь идет о каком-то золотом месторождении, какое-то предприятие. Это то, что любит наш народ. Смотрите, чистки начались. Чистки, ура! Это не золото, которое у него в слитках под полом дачи лежит. Не настолько, это активы. Которое незаконно хапнул. Ну, типа того. А вы уверены, что его отбирали не по фамилии? Возможно. Не знаю. Ну, что ж, больно хорошая. Фамилия Собчук, согласитесь, Собчак просто один к полутору. Ребят, а единороссов по фамилии, людей по фамилии Чубайс или Чубысь или Чобайс нету в Единой России? Чтобы их тоже как-нибудь раскулачить так понагляднее. Ну, благодаря нашей передаче, Михаил Геннадьевич, теперь появятся. Теперь их точно найдут, примут, устроят им карьеру, чтобы через годик показательно перед выборами зарезать. Вот эти подачки. Почему власть зашевелилась и не начали что-то делать? А почему вместо вот этих подачек не начать реальную работу? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok